эти пейзажи сочной майской зелени мы приберегли на момент когда за окном стоят уже почти голые деревья пейзажи которые можно встретить на рисунках шевченко искавшего вдохновение в этих краях и написавшего тут поэму ведьма старинная георгиевская церковь которую вы видели в фильме в знаменитая альтанка глебова которая находится в усадьбе лизагубов чтобы посмотреть и показать вам чем вдохновлялись писатели и режиссеры сегодня мы отправимся в седнев в тридцатых годах прошлого столетия седнев был популярен как курорт здесь скупали земли и строили дачи еще по пути в черниговскую область понимаешь почему дорога которая практически всегда ведет через густые леса приводит в небольшой поселок природы и ландшафты которого заставляют просто устроить пикник на одной из полянок но никак не заниматься съемкой видео первое упоминание о седневе было еще в 1068 году считается поселком городского типа и сегодня тут проживают около 1000 человек знакомство с достопримечательностями этого славного края мы решили начать соединение с природой поэтому сразу отправились в усадьбу лизагубов и уже по этим кадрам можно понять почему этот прекрасный парк был расширен в 19 столетии братьями андреем ильей лизагубами центре него стоит сама усадьба в которой братья принимали самого тараса шевченко усадьба является очень старинным местом течение трех столетий она была родовым гнездом и резиденция дворянского рода лизагубов который происходит из казацкой старшины времен богдана хмельницкого первым же известным представителем этого рода был обычный казак кондратий лизагуб один из его сыновей яков был черниговским полковником землю в седневе яков получил от гетьмана мазепы чими доверенными лицами являлась вся семья лизагубов строительство этой усадьбы 1690 году начал сын якова ефим который тоже добился успехов в службе и был черниговским полковником при нем и был заложен этот шикарный парк площадью 22 гектара при нем же была возведена воскресенская церковь ставшая родовой усыпальницей в 1924 году в криптах храма были найдены более 40 мумифицированных тел большинство из которых принадлежали роду лизагубов с 1935 года воскресенская церковь использовалась как складское помещение и пребывала в упадке до 80-х годов пока не началась реставрация после которой сюда были возвращены мощи одного из представителей семьи лизагубов усадебный дом в стиле позднего классицизма находится сейчас на реставрации внутри смотреть практически не на что сохранилась лишь часть отделки и некоторая мебель по нашим ощущениям здание находится весьма хорошем состоянии и вполне возможно что реставрация не займет много лет седнев по статистике посещают 50 тысяч туристов в год за время нашего пребывания на территории усадьбы мы заметили несколько групп туристов однако это абсолютно не мешает уединенному отдыху парке достаточно разнообразных зон для отдыха красивые лейки для прогулки поляны на которых можно устроить пикник есть лавочки на которых можно отдохнуть во время прогулки абсолютно любое место очень чистое и ухоженное постоянно ведутся работы по уходу за территорией которые при всем этом не мешает отдыхать существует легенда что от усадьбы был туннель на другую сторону реки так это или нет нам неизвестно но мы покажем вам другое знаменитое место которое вы могли встречать ранее на многочисленных фотографиях в сети это альтанка глебова что есть гора высокой я именно такие слова написал своем произведении журба леонид иванович глебов сидя в этой беседке вот таким шикарным видом на реку и на бескрайнюю долину место действительно живописно что идеально для поэта и этими видами можно любоваться часами как только мы начали снимать эти виды пошел дождь жаль что мы не смогли показать насколько атмосферно это место выглядело в свете яркого майского солнца но поверьте на слово невозможно не писать тут картины чем и занимался шевченко когда был в гостях у семьи лизагубов писать картины мы не умеем но фотографии из этого места и из прочих прекрасных мест украины вы можете посмотреть в моем инстаграме ссылка всегда есть в описании к видео такие альтанки обычно называли храмами дружбы они служили местом для свидания и вдохновения считается что именно тут написал ту самую народную песню леонид иванович глебов журба строчка из которой я начал этот рассказ стоить гора высокая по пидгорою гай зеленый гай густенький неначи справді рай как часто вы встречаете деревянные церкви обратите внимание на эти резные купола какие встретить наши дни огромная редкость георгийская церковь что стоит на берегу реки снов построена в 1747 году и долгое время была главным храмом седнева сегодня является архитектурной достопримечательностью и одним из самых значимых произведений архитектуры украины интересный факт что церковь была построена без единого гвоздя но сейчас мы уже видим стены которые неоднократно подвергались реставрации а второй немаловажный факт это то что внутри этой церкви снимали первый советский фильм ужасов вий очень сложно представить как такую красоту можно собрать без единого гвоздя определенно проникаешься уважению к мастерам прошлого однако современная реставрация к сожалению не отличается таким мастерством и требует значительных доработок видно как где-то покосились стены и отстают доски в этой церкви которая расположена на месте древнейшего седневского городища казаки светили свое оружие перед военными походами а более современные года неоднократно была героиней фильмов например вы можете увидеть ее в фильме батальоны просят огня на кадрах киноленты можно заметить много элементов которые сохранились до наших дней после реставрации а самым известным фильмом который снимали в этой церкви пожалуй можно назвать вий после выхода ленты все дни встали часто приезжать не только туристы но и звезды советского кино однако большая часть съемок проходила не под этим куполом на самом деле авторы фильма сделали копию этой церкви и в основном съемки проходили уже в съемочном павильоне сравнив кадры из фильма 1967 года с кадрами из церкви снятыми в 2020 можно понять что ранее внутреннее убранство церкви значительно отличалась от современного по крайней мере это подтверждает и те кто застал те времена но это не значит что сегодня в церкви не на что посмотреть внутри она очень ухожена и оформление выглядит очень по-особенному на полу лежат ковры иконы скромно украшены ручниками очень уютное место для молитвы несомненно мы с вами можем повлиять на дальнейшую судьбу такая церкви так и прочих памятников архитектуры в украине ведь порой мы даже не догадываемся о существовании подобных мест а чем больше туристов будут посещать такие места тем больше возможностей будет на качественную реставрацию и мы сможем сохранить наследие наших предков надеюсь у нас получилось напомнить вам о весне когда за окном у многих из нас уже можно увидеть снег я определенно рекомендую заехать в седнев не важно какое это будет время года главное то что вы сможете прикоснуться к истории и почувствовать то вдохновение что посещала известных художников и писателей в этих краях порой маленькие городки до которых нам рукой подать хранят все множество интересных мест о которых мы не догадываемся спасибо за ваши лайки и за то что рассказываете своим друзьям о наших видео напишите в комментариях какие интересные исторические объекты есть в ваших городах и почему их стоит посетить мы всегда читаем комментарии стараемся посещать места о которых вы рассказываете спасибо за просмотр всем удачи и до новых встреч удачи и до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok